Всем привет! Вот у нас сегодня такой замечательный солнечный зимний денёк. Вчера всю ночь мела метель, ветер был 35 миль в час, то есть это почти 50 километров в час. Сегодня распогодилось. Снег, конечно, почти при таком ветре не лежит, потому что его смело в кучке вдоль дороги немножко видно. И всё. Но зато есть мороз. Снега нет, зато есть мороз. Сейчас у нас 16 по Фридгейту, то есть это где-то минус 8. Утром было вообще обеду с 16. И вон мы с Полиной едем. И пока едем, я тут решила поговорить немножко, ответить на один вопрос, который несколько человек уже задавали в комментариях под разными видео. Люди видят, что мы ходим в ресторан или ещё куда-то, пьём там пиво или вино и потом садимся за руль. И вот спрашивают, как это так можно в Америке выпить, а потом сесть в Башире за руль и поехать. Ну, официально в Америке разрешён один дринк, и при выпивании этого одного дринка, по идее, как бы можно садиться за руль и можно ехать. Но здесь есть несколько, ну, как бы несколько условий. Во-первых, один дринк – это не значит, что вы выпиваете стакан водки, и это будет один дринк. Или бутылку пива – это один дринк. Нет, один дринк – это определённое содержание алкоголя. Например, в стакане вина красного – два дринка. Один дринк водки будет считаться, если, по-моему, это 50 грамм. Про пиво вроде бы полбутылки пива или три четверти. Я сейчас точно не скажу, но то есть один дринк – это много меньше, чем одна бутылка или один бокал. Потом, каждый человек должен всё-таки смотреть по себе и оценивать своё состояние. Потому что если вас остановит полиция и попросит вас дудуть в трубочку, то эта трубочка не должна показать больше, чем 0,08. Неважно, сколько вы выпили, всё зависит от того, как ваш организм реагирует на алкоголь. Если трубочка показала 0,07, то вы в порядке и можете ехать дальше. Но если показала 0,09, то это значит, что вы ввели машину в состоянии алкогольного опьянения. И впоследствии этого могут быть очень плачевные. Не могут быть, а будут очень плачевные. Во-первых, мало того, что вы заплатите штраф, который немаленький, потом вам нужно будет идти в суд, покрывать все судебные издержки. Потом в суд что-то присудит, скорее всего, какие-то общественные работы. И также обязательное посещение школы, в которой вам будут рассказывать, как нехорошо пить и садиться за руль. И эту школу вы будете оплачивать из своего кармана. То есть небольшое превышение алкоголя в крови вам может вылиться, в зависимости от того, что решит суд, и насколько у вас было это превышение в крови, может вылиться от 5 тысяч до 10 тысяч долларов. В зависимости от того, что вам скажут, что нужно делать, и какой штраф платить. Поэтому каждый человек должен смотреть по себе. Например, у меня есть один знак Рубы, и он знает, что у него совсем низкая толерантность к алкоголю. То есть он, если сделает один глоток, он уже чувствует себя пьяным. Мы один раз ездили тестировать вино. Ну, то есть был фармерс-маркет, такой ферберский рынок, и там продавали вино и наливали буквально капельку, то есть там до дно пробки попробовать вино. Если нравилось, то можно было купить. Так вот, он не пробовал, он не... Потому что на него алкоголь влияет до такой степени, если он выпьет вот на дне пробки немного вина, он уже пьяный. То есть он совершенно не может пить. Он это знает, и он не пьет. То есть если он пьет, обычно, вот сколько я его видела, если собираем все компании, он обычно заказывает себе бокал белого вида и выпивает где-то третий два бокала за весь вечер. Так вот по чуть-чуть, буквально там бокал. Бокая язык в этот бокал. Но вот если он даже прикупил, он уже за руль не садится, потому что он знает, что... Если ему придется донуть в трубочку, это покажет, что он пьяный. Некоторые люди могут выпить две бутылки пива, плотно покушать и спокойно сесть за руль, и у них все будет в порядке. То есть нужно смотреть по себе, нужно, как говорится, знать свою меру и не приблизительно знать, так думать, а я не пьяный или не пьяная, и все будет в порядке. А действительно точно знать, когда у вас это может превысить, когда нет. Если вы знаете, что вы идете в гости, выпьете там бокал вина или бутылку пива, потом плотно покушаете, и еще два-три часа будете там общаться, то вполне нормально сесть за руль и поехать. И то же самое в ресторане. Если вы выпиваете пиво, и потом очень плотно кушаете, сидите там час или полтора, и после этого вы знаете, что вы себя совершенно нормально чувствуете, никакой разницы, пили или не пили. Но если вы знаете... Ну, в общем, каждый понимает и принимает тот риск, который готов принять. То есть если вы думаете, что вы можете рискнуть и выпить немного больше, если вы, например, крупный человек или полный, и вы знаете, что на вашу массу тела вы можете выпить немного больше, то для вас это может быть больше. В общем, здесь нет субъективных оцеток, какой человек может выпить. Если все объективно, тогда, когда вас остановят, если вас остановят и попросят дунуть в трубочку, и против цифр уже не попляшешь. То есть показало больше, значит пиады, и будь добр, расфлёбывай все последствия. И показало, значит, или повезло, или ты на самом деле нормально себя чувствуешь. Я лично, если я пью даже полбокала вина, я за руль уже не сажусь. Муж у меня, да, может выпить стакан или бокал пива, и после этого он нормально ведет в машину. Еще, как бы, такой нюанс в Америке. Если вы ничего не нарушаете, то вас и не остановят. Но пьяные люди, они обычно, если вы пьяный за рулем, вы обычно будете нарушать, вы будете или превышать, или ехать слишком медленно, или нечаянно съезжать на другую полосу, или на обочину. Поэтому, как бы, вас... В то же время вас могут остановить совсем не по этой причине. Может быть, у вас там габариты перегорели, а потом выяснится, что вы выпили два пива, и это превысило норму. То есть тут разные случаи могут быть. У меня вот один незнакомый случай, как бы, был. Ехали в машине, мусорить в Америке тоже нельзя. Вот, а пассажиры на заднем сидении, они ехали из бара откуда-то, а пассажир на заднем сидении курил, и решил выбросить окурок из окна автобобиля. Окурок выбросил, а полиция была совсем недалеко, и как раз это они видели, как окурок вылетает из окна. Остановили из-за этого окурка, а водитель был немного пьяный. То есть не сильно, там буквально на какую-то сотую долю превысило. В результате штрафы за мусорили, за то, что мусорили, за то, что выбрасывали окурок, за то, что создали пожароопасную ситуацию. Здесь лето очень жарко и очень сухо. Нельзя даже на углях барбекю жарить иногда бывает. Вот. И плюс водитель еще попался на том, что был выпившим. Поэтому каждый принимает те риски, которые готов принять. Кто-то выпивает и садится за руль, зная, что пьяный, и все равно едет. Кто-то может выпить полбокала вина и уже не сядет за руль. Вот как бы мое такое рассуждение, рассказ о том, сколько и как можно пить в Америке. Вот такие вот дела. Ну, наверное, буду заканчивать. У нас уже вечереет, скоро стемнеет. Так что всем пока, всем хорошего настроения, зимнего настроения. Скоро Новый год, скоро праздники. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok